ты там там же в камере у тебя родственники есть какие-то доверенность на кого-то оформлена зачем зачем нам там баб на вопрос ответ не за ним нет у меня оформлена нет меня завтра по не повезут суд и тогда приедет уже мой помощник юрист протокол какой 20.6 . 1 до и 19 типа непоминовение типа я руками размахивала сопротивлялась по факту было что-то нет ничего не было мы все видели твои видео ты никогда не махаешь руками конечно ты им сказал это в протоколе ты его это ну как говорится правильно заполнила смотреть протоколом что они они сейчас не знаю как у вас первый протокол апреля не заполняли своей рукой писались сейчас они бы вы выбили систему электронный протокол там все написано но машины машины текст понимаешь все машинным текстом и я где там были поля написала что я человек не являюсь физлицом но как я обычно пишу без ущерба без оборота и так далее они вы начеркали этот протокол не будет считаться и вы отказываетесь ознакомиться с материалами я не отказываюсь я хочу ознакомиться ну выйдите я вышла потом говорит все вы не будете знакомиться с материалами они мне дали тот протокол который я написала даже без подписи к тому кто составлял протокол заставила его расписаться и получается что у них сердце деле совершенно другой протокол то есть один у меня я так понимаю со всеми моими замечаниями а второй протокол они составили совершенно другой который которым которым уже не дали ознакомиться еще не сделали вот так те копии протокола выдали я тебе говорю антон они дали оригинал вот это протокола где я все написала все больше они ничего не выдали и не дали ознакомиться с фотка его вышли мне фото сейчас не смогу его в группе опубликовали должны были опубликовать его моего господи в ватсапе группу как группа называется держава света держава света можешь меня туда добавить антон у меня сейчас интернета с собой нет поэтому макса попросишь от тебя может добавить добру на полутру наверно он сейчас спит тоже он не писала в объяснении что полицейские не имеют права составлять протокола по этой статье нет не написал там мало было место там понимаешь очень таким уголистым текстом все написано и мало что можно написать запись звонка пишется нет ручка бумажка есть под рукой есть пиши так сейчас подожди сижу на бумажке уже все что можно салфеточку бумажку бумажка от бетонного пола не обувь подкладывать у меня ни одна бумажка у меня тут стопочка все равно холод и доберется голодный давай пишу что значит вину не признаю это я знаю мина не доказано состав правонарушений не доказан везде где только можешь и озвучу озвучишь этой черной мантии вообще я на твой месте сейчас это села и писал бы эти ходатайство первое переносе дела связи с первое на ознакомление с материалами дела воли заявления это уже приложено я я прямо там на месте написала письменные заставила их приложить материалом мое требование письменное и еще приехал юрист помощник он его пропустили и он ознакомился с делом и сделал все копии чужой юрист иван фролов а вот который ходил в костюме смерти у нас юрист видео с кем с кем его контакта хорошо смс к тому не знаю как хочешь смс к скину давай так подожди оригинал протокола никому не показывай это не знаю с фоткой не знаю как как-то надо переслать так 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 не знаю он опубликован я сговорю в группе его запубликовали фотографии вот того который у меня на руках видео видео с нашим первым разговором я уже разместил визе раскидал по всем группу так и чего во сколько суток но они обещали что прямо в 8 утра меня доставят и якобы в 9 уже будет ради и такого дела они даже выходной приедут понимаешь так тебе еще пять часов на полу сидеть в девять утра ну я тут похожу сейчас подвигаюсь пошевелю зарядочку сделать ничего как-нибудь антон немножко уже осталось это твое первое задержание ну вот в прошлый раз ты это видел в апреле нас пять часов промуржили водили полиции и на меня ставили протокол но тогда-то рукописный был я там конечно все написала все что про них думаю и они его не решились тогда даже суд передать ну а сейчас вот такая ситуация жестко что-то но все говорят это наташа гопееве позвонила которая людей держит за скот она говорит все говорят им дали просто команду фас они поэтому сейчас так лютую зверей ну видимо подгорается всех сторон умериме на отчество записала всех полицейских один категорически отказался представляться но те опубликованы в группе максим должен был опубликовать и в остальных добро группа мы здесь власть вконтакте он должен был все опубликовать я ему все сбрасывала добро добро сюда против боя знаешь в курсе нет я не использует антон я не уверена в этой надписи про нее очень мало информации в интернете это во первых во вторых когда ты ее набираешь она почему-то синим как ссылка высвечивается когда нажимаешь ссылка не открывается то есть страница как бы не существует или что такое то я не использую эту надпись но пиши по-русски под принуждением ну да под принуждением а я подписи нигде не ставила я поэтому мне не было необходимости принуждения писать я даже здесь почему отказалась от всего один от бумаг заполнения от всего они поэтому так и лютуют что не могут ничего сделать и не подписи ничего получить меня не могут понимаешь ну несмотря на их беспредел у тебя такие это в кавычках шикарные условия у меня меня теле у меня сразу при входе все изымали но я видишь отказалась я сказала у вас нет полномочий начала подтвердите полномочий что у вас есть осматривать изымать какие-то вещи у меня доверенности ваша где я говорю вы юрлицо от имени юрлица может действовать только один единственный человек где ваша доверенность ну так стало лен мне это это рассказывай ну чё ты как с первоклашка со мной нет я все объясняю как почему почему они так относятся почему вот это получилось потому что я уперлась или подожди лебен сейчас в любой момент могут отобрать и либо батарейка сядь либо еще нет нет не отберу однозначно давай по делу ходит а не надо меня учить я это все знаю да я я с тебя не учу я тебе говорю что я им сказала его ответ на это вот такая реакция у них понимаешь то мне не важно что ты им сказала меня интересуют факты в туалет выпуске нет нет смотри когда я как бы не знала не требовала смотри как я делал если заходишь туалет подходишь двери аккуратно стучишься громко чтобы им было слышно не говоришь я хочу в туалет все но потом ну терпишь там минуя минут пять сколько сможешь потом опять так же я хочу в туалет уважительно это разговаривать с ними у них там тоже всякие попадаются поэтому не привыкли к берете ко всякому континенту видишь акуль я нормально разговариваю не грублю не хамлю никогда вообще стараюсь ясно тебя вообще-то должны были покормить и предоставить матрас простыню и это но этот я даже когда про воду сказал они сказали вода в камере типа тебе не положено вот в этом мешке каменном понимаешь но стакан принес не знаю откуда из туалета наверное потому что полица полица и там тоже говорили воды у нас их мы не обязаны вас обеспечивать 6 часов продержали и буду вон и здесь кран из туалета пей и кормить обязаны вон в екатеринбурге на задерживали этого и кормили это и и матрас и одеяло и подушку все давали и какой камере были это деревянные нары у тебя нет 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 потому что я рассказалась досмотр осмотр обыск все это отказалась пока они не полномочия меня не привияют на это интересно ясно они тут бегают уже начальник приезжал как только нас привезли начальник подполковник примчался тут камера осматривал я попыталась не поговорить он даже не сказал фамилию не хочу с вами разговаривать и все я говорю фамилию хотя бы назовите нет не назову ушел я говорю вы назовите кто это был такой вообще а мы не имеем права фамилию называть представляешь они они не обязаны его фамилию называть а вот он обязан ты ссылайся на это согласно закону фазе номер 3 статья 5 пункт 4 представьтесь ну вот так не представим все все заучи наизусть фамилия милойства звание должности номер нагрудного знака удостоверения требует каждого предъявить удостоверение обязательно я от каждого требую от каждого только ко мне кто-то подошел и если они находятся в общественном месте у них нагрудный знак должен быть если они в отделе полиции у них должен быть бейджик потребу попробуй потребует журнал жалоб и предложений да кстати точно попробую но не сейчас не стучишь это там и не случай если воду принесут или в туалет поведут так и бумажки бумажки не подкладывай все равно вытянуть тепло это того на обувь только садись но у меня салфеточка и сумка еще не там и надежно это обувь но обувь тоже знаешь на полу холодным босыми ногами не очень ну если ребром поставить ноги по глупости есть нормально нормально мне не холодно пока у меня сумка такая толстая еще я на нее прям села и на салфеточку и на бумагу что было в общем подтажим по поводу воле изъявлений напиши воле изъявления это я вот ты слышал что протоколом предложила новое пиши вручишь прям непосредственно в этой черной мантии и воле изъявлений на ознакомление с материалом дела второе переносе рассмотрение дела связи с необходимостью первое это ознакомление с материалами дела и его изъявлений перенос дело связи с необходимостью привлечения правозащитника а он приедет с автором ты меня слышала нет вот это конечно очень важной бумаги тем самым ты затянешь процесс и сможешь выйти на волю и обжаловаться с воли если ты это не сделаешь они тебя просто в камеру там это по беспределу могут сделать или вплоть до 15 суток ладно хорошо добро давай щас макс позову давай давай алло чё там как у тебя доброе утро то не возбудила нет говори по делу сразу на ней со мной таки с максимом объявили что на каменской 66 да будет рассмотрение мирового приехали за мной сказали что повезут в отдел полиции вместо этого повезли меня не в отдел полиции не на каменскую анатургенева 221 представляешь не учатся на тургене и ванка мне ели в мчится каменская сын мой там в общем это что творят и потребовала там книгу жалости в приемнике когда у нее система работает как мы выяснили он категорически отказывался сначала мне книгу жало предоставить в воле заявление моё с жалобы брать на содействие сотрудников брать объясняет мотивирует а тем что я вообще не нахожусь в их юрисдикции то есть у них какая схема действий смотри по этим административным нарушениям которые нам вменяют не имеют права задерживать и удерживать арестовывать а если налагать понимаешь не спецприемник не вы не его ивс не имеет права задерживать но поскольку то есть они в отделе полиции должны нас держать но поскольку в отделе полиции якобы нет условий для содержания нас отвозят туда понимаешь а юридически мы остаемся как бы за отделом полиции вот какая хитрость именно поэтому они оттуда приемника везут в отдел полиции сюда каждый раз вот такая макинация вот и я почему с трудом добилась него чтобы он не жалобы там минут 30 наверное бодалось требовал эту книгу жалобы мне принес в руках держит но я вам ее не дам понимаешь начальник начальник вот этот приемник а сейчас местной такой мужчина такой неплохой кстати товарищ но он боялся книги что книги жалоб я спешу эту жалобу принимать от меня всего боялся вы не в моей юрисдикции вы как бы ко мне относитесь я фактически нахожусь у вас значит я у вас поэтому предоставьте мне все что я требую он полчаса выдалась предоставил мне жалоб не бежал от страшно он конечно этого не хотел видно что они этого боятся вот изделение моё тоже принял пришлось ему вот сервать это на меня еще протокол потому что я это я отказалась нет законный требуется я не отказывалась если вы спросите права и полномочия у них правда в основании такого закона я понимаю что закон автоматически не может набирать полномочиями для того чтобы вот этот закон о всеобщий да вас надели полномочиями у вас должны быть документы подверждающие ваши полномочия вот он юрист вырубается или делал вид что не понимает дурачка козе я говорю то есть я всего лишь потребовала если вы юридическое лицо да право действия этой теме не юридическое лицо имеет только тот человек который выгорел указан в юридическом указан да все остальные будьте без предоставки доверенности нет доверенности все а вы отказывались подчиняться я сейчас на вас еще протокол в общем такие угрозы были да ты да вы до пенсии будете у меня здесь сидеть я говорю не надо меня пугать я кстати написала небольшое видео удалите видео немедленно вас ко мне сейчас обратно верну я все ваши видео удалю вы прям требовал минут 15 чтобы я удалила я категорически отказалась очень вот такая ситуация сидим сейчас непонятно чего вообще ждем судьи закрылись и сидят закрытыми дверями о иван приехал в общем не знаю что будет дальше пока сидим алло антон ты куда-то про я тебя внимательно слушал просто слов не будешь ставить давай иван подъехал сейчас наверное будем отбиваться получается у них это не отдел полиции не организация музей какой-то до к нему жалко да вот так вот понимаешь что творится тут можно зал ты и тьмол а я до максима не смогу звонить подожди у меня вопросы есть есть минутка поговорить ну говори говори ты сказала что-то про сына вместе с сыном а ну на свободе он это тебя ищет дает такую он на свободе и тебя ищет так ты сейчас где не в камере тебе оттуда это увезет нет я в районе октябрьский суд привезли тургенева 221 а ну ты как ты в камере сколько времени провела мы считаем в районе трех ночи мы во-первых около часа просидели под стенами этого и вы не принимали нас не знаю что начальник прибежал там камеры какие-то просматриваю в общем какой-то кипиш был вот и уровень трех часов в районе трех ночи где-то я туда попала внутрь в камере сколько времени провела вот трех и считай вот полчаса где-то я на свободе что называется как ну условно с трех ночи сколько по времени часов ну смотря на сколько сколько сейчас времени я не смотрела время время сколько по вашему 10 20 10 23 до 10 20 вот считай 7 до часов 72 на бетонном полу и все это я написала книги жалобы естественно и в отдельном воле изъявления чтобы разобрались поэтому вопрос ой кашу там принесли я фотографии сделаю хлопья какие-то белые плавают овсяные я не смогла это конечно кушать непонятно что там вообще фотографии пацаны публикую кошмар то ли травят их там чем-то я не знаю ну народ поднялся многие звонили туда на ивс и им всем отвечали что типа тебя там нету формально нет а фактически я там вот так вот это кто-то это кто-то но участковый который меня доставил фамилия мяущество звание должность номер нагрудного знака пожалуйста макаров удостоверение чтобы маску приспустил для сверения с сфотографии он без маски практически под подбородками удостоверение предъявите пожалуйста будьте любезны статья 5 пункт 4 фазе номер 3 ой я столько уже за этот день нас спрашивалась столько уже не смотрелась почему печать не соответствует госту а вы читали гост вы знакомы с гостом r51 911 да ознакомьтесь ваша печать не соответствует госту ну все антон давай мы забудем сейчас отбиваться том то есть о логично вот первый раз человек с мозгами ну если печать нет ответ и туда сверенит ответ слышал да это единственный полицейский до которого это дошло да могу ну да ты ему пояснишь в чем госта заключается 43 миллиметра должна быть гербовая печать все все мы с иваном сейчас готовимся алло алло аллен аль здравствуй слушая тебя отпустили как все нормально да да а все у тебя хорошо все тоже дома да да а чё чё они чё чё они там выписали тебе протокол или что-то определение судья вынес что нет ни состава не события преступления все неправильно все ну как нормально все дело в общем как максиму тогда а слушай ну тогда ничего нет теперь ты встречная подаешь да или чё как но сейчас будем думать если пока еще я вам там уже аферту выставила на твое время одна минута стоит 1000 советской отдыхаешь да 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 все хорошо можно я выложу разговор туда в сеть чтобы не переживали люди ну да конечно ну все хорошо